Я вначале представлюсь. Меня зовут Елена Воронович. Я старший научный сотрудник отдела живописи первой половины XX века Государственной Третьяковской галереи. Сфера моих профессиональных интересов – это живопись первой половины, даже так, первой трети XX века. И самые мои любимые авторы – это, как вы поймёте дальше, Александр Деймека, Юрий Пименов, как принято говорить, «Ост и круг». Круг этого замечательного художественного объединения. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о осте так называемой первой шеренги, перефразируя Эфроса, то есть осте первого призыва одновременно студентов в Хутемаса и так называемого, так сейчас можно было бы их назвать, мейнстрима общества станковистов. Презентация начинается с занятий физкультурой во Хутемасе. На крыше мы оба раза видим замечательного художника Георгия Низского, о котором мы не будем говорить сегодня. Почему именно эти фотографии? Мне хотелось начать с того, насколько свободными, решительными, интегрированными в художественный процесс и советского искусства, и зарубежного искусства, насколько совмещали в себе творческие, новые, одновременно традиционные ценности и течения все эти художники, насколько они были раскованы и в своей повседневной жизни, и в своем творчестве. Участь у Фаворского, например, такой художник, как Александр Дейнека, еще будучи студентом, уже является автором одного из листов, нескольких листов из альбома «Революционная Москва» третьему конгрессу коммунистического интернационала. То есть, будучи студентом, человек выполняет работу, которая является ответственной, которая презентует Советский Союз международным, представителем международного движения. Вот эта заточенность образования полиграфического факультета на практические элементы, она очень важна. Вообще, общество станковистов в этом смысле с самого своего зарождения несло в себе такой заряд разрушения, потому что, с одной стороны, общество станковистов декларировало станковизм, отталкиваясь от того, что станковое искусство, оно должно существовать, картина должна продолжать существовать. Они полемизируют с производственниками, которые считают, что путь картины закончился после беспредметного искусства, после супрематизма невозможно создавать. Картины, которые бы украшали интерьеры, и, собственно, интерьеры, которые должны украшать эти картины, тоже уже не существуют в привычном, мещанском смысле этого слова. Могут быть интерьеры только общественных зданий. Но при этом станковое искусство, оно переживает свое возрождение. Именно художники общества станковистов пытаются найти новую форму и новые сюжеты, которые бы отразили все, что их волнует в новой создаваемой ими стране. Как писал Маяковский, «Страна подросток». И сами художники общества станковистов ощущают себя строителями этой самой новой страны. Они не просто работают для кого-то, они создают стиль, они создают новые темы, они создают то самое новое искусство, которое будет на острие, как им тогда представляется, что, собственно, и является фактом. А начали они формироваться впервые и кристаллизоваться на первой дискуссионной выставке из конкретистов. Вот пример работы. И объединение трех. Я не называю всех, я называю всего лишь некоторых, о которых я буду говорить на этой выставке. Уже здесь видно, что мастера ОСС, они находятся под влиянием своего учителя Владимира Фаворского. Видно, что они отталкиваются от плоскости белого листа, к которому они привыкли. Видно, что они пытаются создавать новые темы, как, например, Дейнека, который пишет футбол, и одновременно не теряют связи с традиционным искусством, как в работе Гончарова «Девочка». В этом примере хорошо видно, как Дейнека работает с одной стороны с графикой, которую потом он мог бы вырезать в гравюре на дереве, а потом эти приемы работы с объемом он уже использует в живописи. Это все еще ученический процесс, но он здесь настолько явен, что я бы хотела обратить ваше особенное внимание. Здесь он идет дальше. Он уже гораздо свободнее. Он использует объем, плоскость, ракурс, светотень, текстуру, фактуру. И это на самом деле очень маленькая, очень эстетская вещь, портрет его тогдашней возлюбленной Паула Фрейберкина. Здесь я хотела показать, насколько влияние Фаворского доходит иногда до самых деталей. Мы видим дерево из книги Руфи Фаворского, и мы видим это же, в общем, дерево в совершенно модернистской, остро-современной работе Александра Дейнеки на остро-современную тему. Пименов в это же время тоже работает пятном, работает радикально, очень отталкиваясь от того, что он видит вокруг. Вообще художники Оста, я к этому еще вернусь, очень сильно подвержены всякого рода влияниям и создают эти самые влияния. Принято говорить, и это тоже свершившийся факт, что на творчество художников Оста повлияла германская выставка, что немецкий экспрессионизм этого периода перевернул их представление о том, как можно писать картины. Действительно, посмотрев на работы немецких художников этого периода, островцы осознали для себя дополнительно, что создавать остро-современную картину на остро-современные темы в законченном ее состоянии не только возможно, но и они поняли, что искусство может быть сатирическим, вызывающим, острым, но они не восприняли пафосоциальной критики практически, там будут некоторые моменты только, они восприняли во многом трансформацию формы. Например, работы Дейнеки, которые следуют за немецким экспрессионизмом, на мой взгляд, и несколько бичуют пороки общества. О связи, о прямой связи, о прямом цитировании много говорится, с каждым годом исследовательской работы этих связей обнаруживается все больше и больше, но можно совершенно смело утверждать, что художники общества станковистов были, наверное, самыми осведомленными о западных художественных течениях, о том, что происходило в искусстве Европы, что происходило в искусстве Германии и даже Америки, и никогда не стесняясь использовать новое, увиденное, заинтересовавшее их, превращая реальность, например, школы Ди Сау в реальность демонстрации в Советском Союзе. Все четыре выставки общества станковистов были событиями художественной жизни. Они были восприняты критикой чрезвычайно остро, чрезвычайно положительно. Было много заметок о том, насколько именно художники ОСТ отражают новое искусство, создают это самое новое искусство, насколько они находятся в авангарде искусства, советского именно искусства. Но все эти выставки были очень неоднородны. Там были и фигуративные, и беспредметные работы. Там количество участников художников ОСТ варьировалось от 19 до 30 за все несколько лет их существования. Я уже упоминала о том, что в самом Осте как бы лежало зерно его будущего раскола, его будущего размывания. Они художники, объединенные идеей создания модернистского искусства, объединившиеся графики, живописцы, проекционисты. Они с одной стороны хотели создавать огромное количество книжной и журнальной иллюстрации, мало очень писали станковых картин, потому что не было еще сформировано тогда политика государственного заказа и надо было на что-то жить. И одновременно эти художники работают в театре и у них у всех свои интересы, свой стиль, свои представления о том, что такое современное советское искусство. вот эти вот люди будут определять лицо советского искусства на ближайшие несколько десятилетий. Я бы хотела, чтобы вы рассмотрели их лица. самый старший из них, не являющийся студентом в ходе масса, а наоборот являющийся его профессором, это Давид Штеренберг. Мы его видим в правом нижнем углу. Он стал формальным лидером ОСТ, но стилистика его работ никогда не вела ОСТовца за собой. Не формальными лидерами, но художественными лидерами его стали художники Пименов, Дейнека, много говорили о работах Лучишкина. К сожалению, Клавдия Козлова, которая делала прекрасные графические и живописные работы, работала очень медленно и оставила очень мало произведений. А художник Вильямс, например, создал эталонное произведение для стилистики ОСТ. Я говорила, что у всех разные старты, разные начала, разная выучка. Здесь мы видим Александра Дейнеку в таком лирическом ключе. Здесь сложно представить, что через несколько лет он будет воспринимать себя совершенно иначе, гораздо более суровым. Мне кажется, важно создать в рассказе об ОСТ впечатление о том, какими они были, как они жили, как они выглядели. Здесь на этой замечательной фрагменте фотографии Дейнека и Пименов на фотографии в Москве и видно, что утонченный москвич Пименов и крепко сбитый боксер и курянин, уроженец города Курска Дейнека разделяют общие ценности, но совершенно иначе относятся и к окружающему миру, и к тому, как себя подать. Пименов в замечательном рисунке художника в мастерской изображает первым сидящим художника Гончарова и стоящим себя. Здесь же со всеми подробностями, фактурами, цветовыми пятнами он изображает и творчество Гончарова отчасти и обозначает свое творческое кредо. К сожалению, работа боксер, которую мы видим на заднем плане в виде рисунка, она не сохранилась, а работа дождь приобретет для творчества, дальнейшего творчества Пименного особенное значение, потому что второй половине своей жизни он будет светать дождь одной из самых интересных явлений с точки зрения художника, потому что вибрация капель, цвет, который преображается дождем и то, как меняется реальность, станут потом для Юрия Пименова очень важными. Но это уже будет потом, после того, как он напишет замечательное произведение «Новая Москва». хотелось показать, насколько Андрей Гончаров, работая с одной стороны в русле Фаворского, творчески преображает в голове юноши свой облик. На самом деле это, как я думаю, автопортрет, насколько серьезно он относится к себе в этот момент. и как прекрасно он поймал облик и характер Уприянова, опять же используя выучку мастерской Фаворского. Вильямс пишет два автопортрета, где в одном он отдает должное своему учителю по футемасу Машкову с этими огромными тыквами и плодами. Глубоко иронический автопортрет «Человек в лодке». И в совершенно другой стилистике два года спустя он пишет себя, здесь мне хотелось показать свободу Вильямса его творческий, огромный творческий диапазон. Дейнека пишет портрет своего друга Константина Вялова и, как мы видим, делает это еще в таком ретро-кубистическом ретро-кубистическом ключе, где он пишет Вялова очень серьезным, очень взрослым, практически комиссаром. И Вялов, в свою очередь, соответствует этому образу в искусстве. Мы видим, как радикально он выполняет свою работу, насколько он умудряется в одном произведении показать нам и несколько городов, процесс мотоциклетного пробега, его конечный результат, его эффектные моменты. И мы видим, что это абсолютно законченная картина, то, к чему стремились островцы, без всякого рода дрожания, вибрации, импрессионизма, намеков. Однако не все островцы, что, в общем, совершенно известно, придерживаются своей же заявки, которая у них в декларации. Вот тот самый портрет Мерхольда, который был признан и самими художниками общества станковистов и прессой этого периода идеальной работой современного художника. то, как должен выглядеть портрет современного деятеля культуры, современного человека, как должна выглядеть идеальная картина. Сергей Лучиркин выступает в совершенно другом ключе, начиная с совершенно абстрактных вещей изучения цвета, закономерностей театра и разного рода поисков в живописи на выставках Оста он приходит к такому своему варианту примитивизма, где одновременно, используя прием монтажа, которым нужно всегда помнить, когда мы говорим о творчестве художников Ост, показывает все, что можно найти в пейзаже, все, за что он любит эту жизнь. Надо сказать, что многие работы художников Оста не сохранились или находятся в зарубежных собраниях, они часто путешествовали на зарубежные выставки, венецианские бьеннали, американские экспозиции, выставки в Европе, и некоторые из них были проданы частным коллекционерам, некоторые из них уничтожены в процессе транспортировки, некоторые пока не найдены, но надежда остается. Например, это замечательная работа «Зерновые гигантские шаги». То есть одновременно это дети и одновременно это будущее страны и совершенно блестящее по композиционному, к сожалению, я не знаю цветового решения это работа. Ее картина «Печатный цех», она зернова пишет в своих воспоминаниях, что она не сохранилась, однако стоит отметить, что вот этот самый ситец, который в центре композиции изображен, он являлся натуральной полоской сица, которую она выставила в живописное произведение. Это такое наследие авангарда, но, к сожалению, именно эта технологическая ошибка, наверное, приговорила эту работу к тому, что она не пережила путешествия, она доехала до американской выставки, но так и не вернулась обратно. Великолепная работа Юрия Пименова, она обычно находится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Здесь за эту работу его много хвалили, за мужественность, много ругали, за вытянутые скуластые непропорциональные лица, за дурно понятый немецкий экспрессионизм, но работа все равно стала символом того времени и мы видим тот самый прием монтажа, о котором я говорила, который будут использовать практически все художники общества станковистов. одновременно с созданием нового стиля художники общества станковистов создают и новые темы. Дейнека обратился к созданию темы футбола в 1924 году, Пименов обращается к ней же в 1926, и тема спорта, тема движущегося, левитирующего человека, этих огромных сильных фигур, взятых в ракурсе, совмещенных в острые экспрессии, для остовцев наверное можно сказать, что это становится таким трейдмарк, потому что мы видим крупные фигуры, мы видим движения сильные и сразу понимаем, что речь идет скорее всего о живописи 20-30-х годов и наверное это все-таки остроты, потом эти крупные фигуры перекочуют в суровый стиль советского искусства, но это будет уже. Юрий Пименов практически одновременно уже начиная постепенно искать новый стиль, отходя от лаконизма, плоскости и фактур, после командировки в зарубежной командировки в Италию и Германию, создает картину впечатления, где одновременно мы видим и матроса, и черное супрематическое солнце на совершенно белом фоне и начинает появляться тот самый женский образ, с которым он не расстанется до конца своего творчества, потому что парадоксальным образом он перестанет изображать мужчин и станет изображать женщин. Считаю, что эта натура более пластичная, более интересная. Христина Кэр в статье к каталогу выставки Дейнеку Самохвалов, прошедшая не так давно в Манеже, назвала Дейнеку советским феминистом, однако я бы сказала, что Пименова можно назвать советским феминистом с таким же правом. в 20-е годы в Советский Союз приезжает негритянская оперетта, художники Уста, которые реагировали на современность моментально, работая в журналах и считая, что отразить современную жизнь, ее бурный поток, все ее самые неожиданные грани, это их плохое слово долг, это их призвание, изображают непривычные им формы. Интересно, что и Вильямс, и Пименов в дальнейшем будут работать как театральные художники, и это увлечение театром, оно не случайно. С искусством Пименова немного сложно, потому что ранние свои вещи художник уже после второй половины 30-х годов начинает считать несовершенными, неинтересными, неправильными, формалистическими, и он начинает их уничтожать. Поэтому искусство Пименова для нас, раннее искусство 20-х годов во многом где-то процентов на 50 представлено только в виде журнальной иллюстрации. но хотя бы так. Здесь я бы хотела начать говорить о блестящей карьере Дейнеки журнального художника. Он начинает ее в 1923 году в журнале «Безбожник Устанка» именно этими крошечными непритязательными работами. Дейнеки очень повезло, художникам очень повезло, они сильно музеифицированы, практически все их наследие находится в музеях. Однако огромное количество графики так или иначе кануло в лето и пребывает только на странице журналах. И это особое удовольствие листать журналы этих лет и находить в них примеры блестящей, виртуозной, быстрой, но от этого не становяющейся хуже работы этих замечательных мастеров. Например, здесь пытаясь с одной стороны соответствовать, то есть это буквальный реализм, беспризорник спит на газете. И тем не менее эта газета, она не нарисованная, не написанная, не отчерченная, она настоящая, настоящие фрагменты газет. Такая вот профессиональная игра. Остовцы, как мне кажется, именно они создают целое направление в филистике журнальной иллюстрации. Иногда невозможно, если быстро листать, например, найти разницу между работами Александра Дейнеки или Илюшина. И тем не менее они остро, они очень хорошо, очень четко очень правильно схватывают время, его дух, его важные моменты. Металлические конструкции завораживают художников, они кажутся им необходимым элементом иллюстрации, и действительно от них сложно уйти и отказаться, потому что тогда дымящие трубы, промышленность не были символом, как сейчас, например, ухудшающиеся экологии, а были символом того, что жизнь становится все более подвластной человеку и огромным коллективам, которые эту жизнь создают. конечно, много социальной критики в период появляется в работах, но здесь я бы хотела обратить внимание на решение, художественное решение Люшина на то, что он использует несколько цветов, он использует ракурс, он делает эту оценку юмористическую, подавляя собаку и человека, и это становится таким определяющим для этой работы. много путешествия по общежитиям, по производствам, художники создают те самые иллюстрации и фрагменты этой самой жизни. Тут важно сказать, что если смотреть на журналы этого периода, мы видим абсолютную слитость иллюстрации, фотографии, кинохроники, уже за рамками журнала, мы даже не видим разницы между приемами кино и приемами живописи и графики. Это свойство времени, когда монтаж используется и в графике, и в живописи, и в фотографии, и в кино, когда детали и человеческая жизнь становятся объектами острого интереса и фотографов, и художников, и журналистов. И тут я хотела подчеркнуть некоторое стилистическое родство работ Люшина и Дейнеки. Работая в журнале «Безбожник у станка», Дейнеки сотрудничает очень много одновременно с Добраковским, который работает в этом журнале, и Добраковского особенно интересует конструктивистская часть, его интересует геометрия графики, его интересует геометрия жизни, геометрия цехов. Это всегда очень четкие, очень структурные и всегда композиционно крепкие работы. Отражая современность, художники пытаются взять вот те самые неожиданные ракурсы, о которых много рассуждает и работы, в которых работает, например, Родченко, и они иногда невозможно отличить фотографические опыты с точки зрения ракурса и взгляда от графических или живописных. Тоже такая примета времени. Надо сказать, им присущие ирония, и самая ирония, и здесь хотелось мне показать замечательную работу «Бегу на службу и устал и возвращаюсь домой». То есть одновременно человек, изображен персонаж, который бежит на службу и вот такой уже сгорбленный возвращается домой. И это все в одном маленьком, крошечном, великолепном рисунке. Два времени, два пространства. Такое вот решение. много работая и критикуя НЭП, Мещанство, как, собственно, и Маяковский, который был для футемасовцев и остовцев одним из камертонов, одним из, наверное, даже лидеров иногда даже в художественном отношении, потому что его работы стали для рекламы, для окон роста, стали для художников объединения тем, на что можно было бы равняться. Их лаконизм, четкость решений для этих художников стали образцами. здесь мне хотелось показать, насколько, как изобретательно можно работать с пространством, задрав пол, как виртуозно Дейнека работает с техникой акварели, распределяя пятна и создавая буквально несколькими мазками великолепных узнаваемых персонажей. Несколько иначе, но также иронично работает и Юрий Пименов. то, что тема спорта, отдыха, работы была для остовцев, были для остовцев важными, я уже говорила, но здесь мне хотелось отметить, что именно они наравне с огромным количеством других объединений, в том числе и Ахрам, но именно они создав индустриальный например пейзаж дали для советского искусства создали для советского искусства обойму сюжетов, то есть то, что потом станет в 30-е годы заслугой художников социалистического реализма и станет штампами, создавалось именно сейчас, именно в эти самые 20-е годы. существуя с 19-го года такой замечательный музей живописной культуры пытался документировать и фиксировать процесс развития художественной жизни советского искусства. В собрании этого музея в его стенах демонстрируются работы Кандинского, Малевича, Родченко, Поповой и в 28-м году в постоянной экспозиции этого музея появляется имя названный «Русский неореализм стадии дискуссионного формирования». Эти работы были приобретены со второй выставки ОСТ и достались Музею живописной культуры, а потом попали в коллекцию Государственного Русского музея и Государственной Третьяковской галереи. Это о том, что работы художника ОСТ были приобретены и музеифицированы. Это важно. На заседании комиссии Музея живописной культуры Некритин, Вайнер и Вильямс рассуждают о том, чем является искусство общества станковистов для истории искусства. На этой фотографии я показываю зал, который был организован на выставке Музея живописной культуры список номер один Кустарственной Третьяковской галереи. И, насколько я знаю, впервые эти работы были показаны вместе спустя очень много лет. И, несмотря на то, что этот зал был очень маленький, работы большие, предполагающие отход, он создавал совершенно потрясающее впечатление именно того времени, именно того ощущения от экспозиции, за что я очень благодарна кураторам выставки. Согласно протоколу заседания Музея живописной культуры стилистические деления были определены так. Штеренберг и Вильямс работы представлены. Новое выражение реалистического восприятия как такового. Дейнека и Пименов социально-тематическая установка нового реализма на основе монументально-плоскостных предпосылок. Лабас и Тишлер социально-тематическая установка нового реализма выраженная на основе монументально-живописных предпосылок. Все эти тонкие градации предпосылки такие предпосылки другие они очень важны для участников заседания будучи сами членами ОСТ художники очень хотели показать что они действительно полноправные участники художественного процесса хотя они и были. Выставка 1928 года единственная на сегодняшний день зафотофиксированная я немного завидую строителям этой выставки потому что сейчас мы в музеях очень редко вешаем произведения так насыщенно так называемой шпалерной развеской однако может быть это стоит повторить так вот несмотря на огромную роль этих выставок в истории искусства в прессе того периода часто залы были почти пустые как и на дискуссионной выставке так и на выставках ОСТ и тогда еще молодые совершенно свободные люди эти самые прекрасные художники Лучишкин Дейнека Вименов Вильямс играли с вернутой рубашкой в футбол это комический факт но мне кажется для создания полного впечатления о том времени важно не просто показывать произведения или то как они висели на выставках а и рассказывать о моментах наверное даже бытовых потому что что касается бытового устройства жизнь остовцев была довольно тяжелой учась в в в Кутемасе будучи еще студентами до своего многих идут своего островского периода они разгружали вагоны работали в журналах работали в рекламе у некоторых как мы знаем москвичи испортил квартирный вопрос так вот у некоторых и квартирный вопрос был решен решен очень неудачно но это не мешало быть им строителями нового художественного мира здесь хотел обратить ваше внимание на работы Диего Риверы которые были показаны на четвертой выставке ОСТ и сейчас остались в коллекции государственного музея изобразительного искусства Мини Пушкина насколько органично они смотрятся в этом экспозиционном пространстве они совершенно не спорят с работами островцев потому что на самом деле если посмотреть на течение искусства как такового становится ясным что есть некий стиль времени некий вариант фигуративного модернизма в который можно вписать всех самых передовых талантливых художников советского искусства немецкого искусства искусства Соединенных Штатов даже темы и ходы будут повторяться хотя прямого влияния например пока проследить не удается возможно это упражнение для будущего здесь хотела обратить внимание на совершенно мистические работы Тишлера которые висят в верхней части в верхнем ряду вот справа я привела часть лирического триптиха чтобы было видно что там изображено мы сегодня не будем затрагивать лирическую часть художников ОСТ однако на выставке естественно они были и это стилевое разнообразие оно присутствовало если посмотреть в левый угол мы увидим работу Кудряшова беспредметную работу которая также присутствовала на произведениях выставок общества станковистов но кроме Кудряшова и Клюна все остальные работали в предметном ключе я к сожалению не знаю где находится триптих Сергея Ручишкина но и даже как он решен в цветовом отношении но фотография позволяет нам увидеть его поиски как я уже говорила пресса не оставляет художников ОСТ каждая выставка рождает несколько отзывов таких таких значительных людей как Луначарский и Фрос никогда не упускает случая высказаться о выставке ОСТа Рогинская и это всегда событие выставка ОСТ это всегда ожидаемый и очень важный момент потому что несмотря на разницу огромную разницу в стилевом отношении именно за ними в это время видят будущее В 29-м году как явствует из этого сообщения должна была состояться пятая выставка общества станковистов как мы знаем она не состоялась и в 31-м году общество станковистов завершает свое существование предварительно многие из его участников ушли в общество октябрь в общество из-за бригаду и это совершенно естественный ход событий и он завершает эту историю общества станковистов но мне кажется что есть насущная необходимость посмотреть на общество станковистов со всех сторон изучить все его нюансы проследить работу каждого из художников и может быть тогда мы поймем насколько действительно ведущая роль была у этого объединения также показатель качества произведения оценки современников это например то что работа доимейки настройки новых цехов оказывается в постоянной экспозиции Третьяковской галереи попадает в пути водитель становится по его роду таким моментом современности Винека начинал как график ему было совершенно все равно например насколько его композиция монументальная по своей сути станет насколько можно ее увеличить потому что изначально крошечный рисунок предназначавшийся для журнала станка ставший его обложкой превращается в огромную работу перед спуском в шахту после командировки в Донбасс доимека много работает с темой шахтеров и также создает в этом самом советском искусстве тип нового шахтера это уже не жалкие личности Ярошенко и Касаткина это люди привыкшие к тяжелому труду имеющие к этому навык и гордость профессии далее я буду рассказывать о творчестве Дейнеки потому что убеждена что многие его находки многие его произведения наверное самое значительное что было создано в рамках объединения да я знаю я пристрастна еще одна работа к сожалению не сохранившаяся на тему шахтеров произведение в штреке от него сохранился только левый фрагмент он находится в частном собрании в США у нас была возможность у российского зрителя была возможность посмотреть на произведение на выставке Манежа Дейнека Самохлава но тут совершенно очевидно принципиальное решение художника он работает с черным и белым он работает с если присмотреться видно нюансы коричневого нюансы серого но на самом деле это не является определяющим даже вот это вот вычерченная на заднем плане сетка в работе перед спуском в шахту тоже дань графическим работам Дейнеки здесь Дейнека работает в черном и белом для него в 20-е годы этот период белых фонов он определяющий и об этом я хотела поговорить здесь я хочу показать крупнее не сохранившуюся работу и сохранившийся фрагмент далее развивая этот белый фон совершенно не смущаясь тем что картина заканчивается просто белым на фоне которого фермы цехов не смущаясь тем что вагонетка катится в одну сторону без рельса рельса идет параллельно плоскости холста изображая работниц басыми в принципе это как написал лучишкин в воспоминаниях довольно реалистично потому что действительно по ряду причин работницы в том числе там и текстильной промышленности работали как мы увидим дальше работали басыли здесь об этой работе написано очень много о совмещении планов о разнице между персонажами о том что здесь Деймека изображает свою соученицу тоже члена ОСТ Клашу Козлову в образе юной девушки о том что новая поза которая в которой он изображает девушку в общем вариант хиазма еще греческого новая для искусства вообще и совмещение планов и монтаж и легкость но картина как подлинный шедевр всегда говорит нам об очень многом и о времени в котором она создана и о том что было важно для художника и почему именно женские персонажи у него есть прекрасные шахтеры и вот толкающая вагонетку сильная привыкшая к этому же самому тяжелому труду женщина тут важно если посмотреть хронику то это факт времени потому что женщины действительно работали действительно толкали вагонетки они не работали в самой шахте а работали наверху но этот реализм он настолько это факт времени но он решен в абсолютно модернистском авангардном ключе и можно увидеть что я еще раз хочу обратить на это внимание что крошечная работа как например вот это в Донбассе по своей монументальности по организации композиции совершенно не уступает большому произведению которое мы видели до этого также в этот период белых фонов Дейнека создает работы боксер-городополов который уничтожает потому что ему было сказано что работа она пропагандирует насилие или надо как-то иначе к этому относиться и несохранившаяся работа душ мы видим что для Дейнеки продолжает оставаться важным взаимоотношение пятен объемов веса и конечно огромную роль играет ракурс здесь мы видим что он начинает создавать это один и тот же персонаж например как в душе просто в нескольких ракурсах это пройдет уже дальше потом через все его искусство этих стильщиц о которых я начинала говорить работающие басыми он был на фабрике он видел как они работают и вот в иллюстрации безбожнику станка мы видим первый подход к этой теме потом мы видим эскиз где он немного усложняет пространство добавляя ритмические квадраты полоски и круги и мы видим конечный результат и он совершенно удивительный если иметь ввиду от чего художник отталкивался заканчивая свой период белых фонов он обращается также к детской теме работа насколько нам сейчас известно не сохранилась она была отправлена на несколько зарубежных выставок и вернулась в очень плохом состоянии сохранности может быть поэтому Дейнека позже повторил композицию несколько повторил композицию в уже графике работая в журналах в этот период Дейнека как будто бы создает для себя банк сюжетов он как будто бы набирает все то что будет использовать в своем дальнейшем творчестве действительно огромное количество созданных их иллюстраций оно оно невероятное это оно измеряется тысячами его работоспособность поразительна его творческая находчивость она завораживает он работает и для журналов религиозного плана безбожник у станка у станка и для детских журналов искорка для журнала прожектор для красной нивы одновременно он создает большие монументальные полотна он хочет быть востребованным он хочет быть тиражируемым он хочет оформлять стены и хочет писать огромные полотна но темы и ракурсы он находит именно в 20-е годы самое наверное известное кроме будущих летчиков работы обороны Петрограда было написано Дейнеку уже за рамками общества станковистов в это время он уже остается просто членом и перестает участвовать во всех выставках общества и много написано о том насколько она соответствует времени эта картина насколько она слишком плакатная слишком лаконично решена и Дейнеку и сейчас и тогда обвиняли в том что он повторяет композиционный ход известного прекрасно Дейнеку и любимого им художника Федгинанда Ходлера однако хотела взять на себя смелость немного оправдать не нуждающегося в этом совершенно Александра Дейнеку есть например детский рисунок Александра Александровича и его более позднее произведение вполне соответствующие друг другу с такими своими фризовыми композициями и любови к лошадям и еще один источник как мне кажется вдохновение Дейнеки и этот кадр если мы его увидим как он есть то мы поймем что вот это противоположное движение наверное подтолкнуло Дейнеку к созданию такой композиции остовцы постоянно посещают выставки спектакли у них не проходит ни одна премьера фильма непосещенной они читают журналы они получают прессу из-за за рубежа потому что часть художников остовцев работает в музее живописной культуры которые обладают библиотекой и они на все очень внимательно смотрят для них ни один факт жизни или искусства не становится проходящим мимо если он релевантен если он как-то затрагивает их чувство современности вот наверное об этом стоит поговорить в этом соотношении то же пристальное ироническое моментальное внимание к современности к кино присуще и Юрию Пименову Здесь затрагивается огромная тема советского искусства, хотя это маленькая графическая работа, мы и они. То есть это героини нашего и не нашего экрана. Мы видим, что героиня нашего экрана адекватна, она нормально одета, она соответствует своему положению на улице. А героиня не нашего экрана представляет собой совершенно неизвестной науке чучела. На заднем плане, что интересно, беспредметная работа. В 1927 году, видимо, Юрий Пименов уже начинает считать беспредметность таким тупиковым путем. Кинообразы, как я полагаю, становятся действительно вдохновением для работы. Одновременно фотография, ни одна просмотренная фотография не уходит из-за багажа. Она всегда станет частью или фрагментом композиции. Здесь я хотела бы затронуть одну забавную тему. Искусство конструктивизма, искусство архитектуры, архитектура конструктивизма как таковая, как реально существующая архитектура завоевывает полноправное место во многих работах художников общества станковистов. В данном случае мы видим кадр из фильма Сергея Зинштейна «Старая и новая генеральная линия», где была выстроена натуральную величину по работам, по проекту архитектора Бурова, действительно выглядящие настоящими здания, которые сам архитектор создавал с особым вниманием не как фрагменты будущей декорации, но как потенциально функционально существующую архитектуру. И именно создает портрет архитектора Бурова, где пытается рассказывать о самом архитекторе, о его внимании классике. Мы видим классическую скульптуру. Одновременно на втором плане мы видим рисунок. Это один из эскизов, созданный Буровым как раз к фильму «Генеральная линия», но не вошедший в сам фильм. К сожалению, на сегодняшний день мне не удалось установить, что именно мы видим на развороте книги, которую читает архитектор. Но хочу обратить внимание ваше на стул, на котором он сидит. Это, как мне кажется, такой симбиоз новой мебели, создаваемой футемасовцами и архитекторами для новых домов коммун, и одновременно отсылка к мебели баухауса, созданной из металлических трубок. В этих двух произведениях Дейнека и Пименов буквально одинаково совершенно подходят к изображению производства. Это чистые новые оборудованные цеха, и одновременно на заднем плане мы видим окно, где ходят коровы, где выросли конструктивистские здания. И мы понимаем, что мы находимся в интерьере нового конструктивистского района или города. И вот оно, вот оно, свершившееся будущее, вот оно, состоявшееся, то, что мы видим в журналах и газетах, то, что вот сейчас возводится на улицах Москвы, Харькова, Екатеринбурга, оно делает первые, но уверенные шаги. И это может звучать как фантазия, потому что конструктивистских зданий в конце 20-х годов не так много. Но, например, создавая свои иллюстрации, Пименов обращается к конкретным примерам архитектуры. Да, он гипертрофирует, он переносит географически эти здания, но он не фантазирует, а действительно изображает ту архитектуру, которую видит, ту новую архитектуру новой Москвы. Сложно сказать, на каком именно балконе стоят дети, возможно, именно того здания, которое мы видели ранее, но удалось установить, что именно изображает Вильямс на втором плане в работе «Автопробег». Это не фантастическая архитектура, а вполне реально существовавшая тогда, законченная в 1929 году, электротехнический институт. Это как подпись, как свидетельство, как живописная фотография. И в то же время каждая работа Остовцев – это композиционная находка, это обязательный динамизм, обязательное движение, заключенное в эти произведениях. Например, известное нам только в таком состоянии сейчас в виде журнальной иллюстрации работе Пименова «Бег» на втором плане можно заподозрить некое абстрактное конструктивистское здание, однако оно не абстрактное, а вполне конкретное. Будучи воспроизведенное в советском журнале, оно медленно попало в работу Юрия Ивановича. Я уже говорила о том, насколько маленькое произведение «Дейнеки» может стать огромным, настолько же оно может стать и маленьким, и стать, например, облоской журнала. В работе «Переспуском в шахту» было иначе. Мне хотелось указать на эту игру. Я уже говорила, что 20-е годы становятся для «Дейнеки» таким банком сюжетов. И если внимательно посмотреть на журнальные иллюстрации, если посмотреть на каждую страницу этих журналов, то мы можем найти вполне четкие доказательства этого тезиса и посмотреть, какое это получает развитие в дальнейшем. Потому что крошечная иллюстрация для безбожника «Констанка» 1926 года становится основой для композиции большой, светлой и очень, если видеть ее в оригинале, такой заряженной работы на женском собрании 1937 года. Довольно проходной рисунок 1926 года для безбожника «Устанка» становится основой для сильно поздней работы уже 1949 года «Чаепитие в колхозе». Что заставляет «Дейнеку» повторять эти сюжеты? Не уверена, что он сам мог бы сформулировать точно, но я думаю, что то чувство сопричастности времени, те образы, которые были найдены в 1920-е годы, они как нечто яркое отпечатываются на сетчатке глаза, когда мы смотрим через яркий свет, также отпечатались в его сознании и стали маркерами современности, наверное. Интересно смотреть, как Дейнека работает сначала с графической техникой, а потом переводит это в живопись. Принято считать, что Дейнек не живописец, сам он про себя так говорил, но удивительным образом, если разглядывать его произведение близко, то можно увидеть и цветовые нюансы, огромное количество, оттенки и, конечно, особенное внимание к поверхности живописи, потому что в соответствии с графическими работами он не любил пастузную живопись и не любил блестящие произведения, сильно залаченные или блестящую краску. Он любил, чтобы произведения имели матовый эффект. Вот еще одно небольшое наблюдение. И, наверное, самое забавное из того, что я из этих параллелей, которые были, это случайно найденная иллюстрация, случайно замеченный элемент самоцитирования, но интересно, насколько созданная в 1929 году быстрая журнальная работа для детского журнала «Искорка» станет композиционным началом для второго произведения, которое делало Дейнеку знаменитым и считается признанным шедевром социалистического реализма. Здесь для уфиления смысла художник добавляет колокольню, выдавая этому футболисту и футнофутболу своего рода значение новой религии, нового летающего, парящего, святого. Но, тем не менее, исходная мысль была несколько раньше. Это же соответствие мы видим в работе эвакупации. Хотя это работа военная, и она действительно создавалась Дейнекой с большим эмоциональным чувством, потому что ее родные были эвакупации, но композиция все равно восходит к 1920-м годам. Мы говорили об архитектуре конструктивизма. Здесь Дейнек в 1949 году запечатлен внутри, в интерьере дома Наркомфина, где он живет с 30-х годов. В его живописи есть несколько графиков, есть несколько примеров, но нет никогда, что удивительно, рисунка, который бы показывал двор дома с его характерными линиями великолепного остекления или коммунальный корпус с роскошной световой стеной. Не знаю, почему так произошло. Возможно, это связано с тем, что Дейнека был довольно приватным человеком и не хотел ставить в известность окружающих о нюансах своей личной жизни. Это завершающая работа моей презентации. Дейнека – академик. Дейнека – бывший боксер. Его кисть разит противников и указывает на недостатки. Так видят Дейнека кукрыниксы. Но все, что Дейнека потом преобразовывал в искусстве 30-е, 40-е и уже позже создавало 7-20-е. Весь этот заряд и тематический, и формальный, и пластический были получены Дейнекой в период его формирования в Хутемасе и в период его работы в обществе с танковистом. Я бы хотела на этом завершить свой рассказ и готова ответить на поступившие вопросы. Мне казалось, я их видела. Простите, вот мне должны были прислать вопросы. Есть два замечания по поводу феминизма Дейнеки, явное преувеличение. Всем известно, что Дейнека был бисексуал. Молодых людей и мальчиков он писал не меньше, чем женщин. Что касается феминизма, то я бы вас направила прочитать статью Кристины Кэр, американского профессора, которая занимается творчеством Дейнеки и готовит по его поводу большую гонографию. И, возможно, тогда вы могли бы составить свое мнение о том, насколько убедительны ее доводы феминист Ли Дейнека. Что касается, известно, и то, что он писал молодых людей и мальчиков не меньше, чем женщин, это я согласна. А о его бисексуальности я бы, наверное, я бы не стала это комментировать, потому что это выходит за рамки моей беседы. Замечание. Не уверен, что у Ярошенко и Касаткина такие жалкие персонажи. Возможно, я выбрала не вполне удачное слово, но я имела в виду, что их персонажи, они существа зависимые, несчастные в своем труде. Они усталые, когда речь идет именно о шахтерах, к чигарах. А у Дейнеки это люди, осознающие свою профессию, люди, относящиеся к своему творчеству, простите, к своей работе осознанно, и они могут выбрать другую работу. Они свободны, но они выбрали именно вот эту. у меня, кажется, есть еще вопрос. Так, есть комментарий. Огромное удовольствие от визуального ряда. Спасибо. Я очень старалась, чтобы именно визуальный ряд позволил вам представить, как это было замечательно в 20-е годы. Что касается связи с современностью, простите, что самое важное в художественных поисках 20-х годов, актуальное до сих пор. Все формальные находки 20-х годов, равно как и во Вхутемасе, так и в Баухаусе, они с нами до сих пор, преобразовавшись из дизайна в функциональный дизайн в функциональный дизайн той же Икеи, они с нами по сей день. А образы, созданные художниками, и их визуальные ходы, они оказали огромное влияние на формирование в том числе визуального ряда и рекламы, в том числе и современной, и кинематографа, в том числе и современного, потому что, например, можно отметить, что если сейчас смотреть и большое современное кино, и развившийся жанр сериалов, то иногда композиция кадра это практически буквальное цитирование произведений и живописи 20-х, 30-х годов. Да. Есть еще вопрос. Ой, ваша любимая работа Деймеки. Мне приятно, вот, что кому-то интересно. Раньше я бы ответила, а теперь, наверное, а нет, отвечу. Есть прекрасная, есть две, две, можно две, есть две работы. Одна называется «Девочку окна», изначально это графика, где иллюстрация к работе, к произведению «Кутерьма», где погас свет, вот, и город замерзает, и должен прийти электромонтер, чтобы город не замерз, и вот эта девочка стоит в темной комнате, смотрит на зимнее окно у батареи, у стынущей батареи, спит щенок, и вот сейчас все остынет, и там за окном потрясающие, совершенно решенные белыми пятнами зимний пейзаж. И другая девочка, девочка на балконе, девушка на балконе из собрания Государственной Третьяковской галереи, но люблю ее не одна я, ее полюбили американские зрители, и он, Дейнека, за эту работу получил приз американской выставки 1934 года. Надо сказать, что одновременно приз получил Сальвадор Долит, то есть вот такой вот был у того зрителя. Можно ли говорить, что станковая картина для островцев проектное пространство для экспериментов с построением новой жизни человека? Можно. Я не думаю, что они несколько, некоторое количество, несколько членов остров, действительно, мы о них сегодня не говорили, занимались тем, что готовили проекты для жизни вообще, для жизни, творчества, работы. Это такие мастера, как Соломон Критин, Сергей Лучишкин, работавший с проекционным театром, но я думаю, что это тема для другого разговора. Так, что-то еще. Обращалась ли группа ОСТ в своем творчестве приемом старого классического искусства? Конечно, все гостовцы во многом получили такое вначале фрагментарное образование, но классическое искусство знали, как и, собственно, модернизм того периода, знали они совершенно точно. Но, наверное, они, мастера, обращались к этому искусству уже позже, когда преодолели процесс поисков, потому что потом все они по известным причинам после 30-х годов так или иначе находили для себя реалистический, более спокойный, менее динамический, менее радикальный визуальный ход в своих работах. И тогда они начинали обращаться к классическому искусству. На тот момент искусством прошлого он, например, уже был импрессионизм. Например, Пименов иногда просто цитирует работу Эмиле и французской школы вообще. Да, простите. Может ли быть, что на строительстве новых цехов одна и та же девушка, только в разных аспектах строитель и женщина? Я думаю, впрочем, это момент и открытый для интерпретации. думаю, что нет. Мне кажется, что это может быть один персонаж, но только как настоящее и будущее, то есть она видит как бы себя в виде уже сложившегося профессионала. А может быть, это вполне реалистическая сцена, где, заломив руки, юная особа, совершенно не понимая, как мы все знаем, в первый день на работе после ничего, совершенно не понимая, что ей делать в полном отчаянии и с некоторой радостью и робостью слушает свою коллегу. То есть это хороший вопрос, мне он очень понравился, потому что он напомнил мне то, о чем я, к сожалению, забыл сказать, что все показанные работы, все, они являются шедеврами не потому, что нам так дорого и важно это время, а потому, что они мастерски сделаны и как подлинное произведение искусства они все дают нам время и поле для интерпретации. Их нельзя описать одной историей, они не просто нарратив, как, например, потом станут работы советских художников Решетникова, Кукрыниксов, где Лектионова, где рассказ, за которым, в общем, кроме этого рассказа в работе ничего нет. Тут есть второй, третий, пятый смысл. И в зависимости от знаний, в зависимости от воображения и кругозора человека эти смыслы открываются для нас. Так, может быть, что-то еще. Осталось ли что-то от влияния идей формообразования Владимира Андреевича Фаворского в практике Остовца в конце 20-х годов? Я думаю, что понимание произведения как законченного, плотного, не допускающего никакого шатания, никакого композиционного дребезжания осталось с Гончаровым, Дейнекой и Пименовым до конца 20-х годов, совершенно точно и во многом и позже. Расскажите, пожалуйста, о концепции выставки Дейнека Самохвалов в Санкт-Петербургском манеже. Выставка Дейнека Самохвалов очень большая, очень эффектная. Была организована в манеже в Санкт-Петербурге, куратором ее был Семен Михайловский, и выставка представляла собой так называемый товарищеский матч между Санкт-Петербургом, Ленинградом, представленным Самохваловым, и Дейнекой. И зрителю была предложена игра с самого начала, в самой заявке, выбрать, кто же все-таки выигрывает Дейнека, москвич, условно москвич, и Самохвалов, условно ленинградец. И были показаны и самые ранние произведения этих мастеров, и графика, и работы для детей, и портреты, и крупные уже социалистические произведения художников. Был очень сделан драматический ход, на выставке было довольно темно, и произведения были высветлены, и сдавалось впечатление скорее драматической постановки. Но и в конце нужно было выйти и оказаться на футбольном поле, где на тебя, на зрителя светил софит, ослепляя совершенно, как это обычно бывает, например, в каких-то футбольных играх ночью и на сцене, и было видно стойко ворот, сетка, и скульптурное произведение Александра Деймеки, такая довольно круглая скульптура по композиции футболиста. Вот. У меня была лекция на этой выставке, и в конце я спросила слушателей, кто же все-таки выиграл, и я была убеждена, что я знаю ответ, но огромным сюрпризом для меня было, что половина зала подняла руки за Самохвалова, а другая половина зала подняла руки за Деймеку, поэтому я думаю, что вопрос поставленный на выставке Деймека или Самохвалов, он решался зрителями для каждого по-своему, и однозначного победителя не было, но удалось передать строителям выставки блестящее совершенно время, в которых работали мастера. Простите. Так. В каких странах помимо СССР России Александр Деймека широко известен и любим? Как вы считаете, почему именно там? Деймека любим в двух странах особенно, то есть его собрания находятся в коллекциях музеев Германии, Италии и Соединенных Штатов. Но, наверное, особенной любовью он пользуется именно у итальянцев. Мы Третьяковская галерея делали в, если я не ошибаюсь, в 2011 году выставку совместно с итальянскими кураторами в дворце выставок в Риме и называлась выставка Деймека «Советский модернист». мы привезли туда, конечно, самые, в отличие от московской выставки, которая была годом ранее, мы привезли туда самые лучшие работы, как нам виделось, что-то отобрали итальянские коллеги, но отклик зрительский был совершенно невероятный. Народ, приходивший на выставки, активно любил Деймеку, активно взаимодействовал с его картинами. Было видно, что каждая работа вызывает эмоциональный позитивный отклик. Это очень важно. А до этого Деймеку приобретали с венецианских выставок. Две работы находятся в собрании двух итальянских музеев. И именно Деймекой больше всего восхищалась итальянская пресса на выставках советского павильона на венецианских бьеннале. Да. Тогда я говорю спасибо всем, кто слушал меня. Надеюсь, это было познавательно. Надо больше смотреть. Всем большое спасибо. спасибо.